Такие прекрасные новиночки у нас, масляные духи появились, очень классные. Во-первых, оттенки очень красивые, они, знаете, так светятся, освещают своей красотой, да, даже поднимают как-то настроение. Очень красиво смотрится вот эта золотая надпись. И мне нравится, что флакончик не вот эти прозрачные, знаете, как обычно 10-15 мл, такие тоненькое стекло прозрачное, а именно красивых оттенков, безумно красивых, таких узумрудный, фиолетовый, томно-синий такой. И стекло именно такое вот твердое, очень такое, знаете, плотное, и, ну, как говорится, не разобьется. Роликовый аппликатор, очень удобно пользоваться, кстати, масляными духами, я даже раньше как-то не пользовалась, обычно с пульверизатором, а тут очень даже удобно наносить, они стойкие, они продержались очень хорошо. И даже после того, как я их смыла с мылом жидким нашим фаберликовским, и то они все равно держались, несмотря на это. Ароматы все понравились, все три, они очень интересные, очень такие, знаете, восточные, пряные, интересные, каждый по-своему интересен, недаром же здесь расписан он по каждой девушке, то есть галби, это у нас тревесно-пряный аромат с сочным цитрусовым аккордом, вмещает в себе светлую отзывчивость, позитив, то есть верхние ноты здесь грейпфрукт, лимон, и здесь получается в глубине души таится манящий шлейф из лапданума и мускуса. То есть здесь получается есть ладан, есть кедр, ландыш, герань, мускатный орех, семена моркови, в шлейфе серая амбра, амбра, кожа, кашемир, мускус и лапданум этот. И галби, она считается девушкой с большим сердцем, в переводе с арабского она, ну, переводится в общем как сердце, и получается они не содержат спирта, вот эти все духи, да, и непродуктов животного происхождения тоже не содержат. Здесь получается нор или нур, не знаю как правильно, теплый пряный аромат с яркими нотами спелой малины, нур коротка и сдержана, коротка и сдержана, ее аура едва касается кожи нотами шалфея и сладостью малины, она не может оставить равнодушным, она пробирается в самое сердце, раскрываясь в пряных аккордах пихтового бальзама и корицы. Ее последний аккорд – это прикосновение божественного света из розовых деревьев и почули. Основные ноты – малина, шалфей, кардамон, здесь шлейф из розового дерева, почули и амбр. Нур – это нежная девушка, что благословенно освещает мир своей красотой и в переводе с арабского несет божественный свет. И у нас последний аромат – это амал. Амал – здесь древесно-пудровый аромат, и амал с момента знакомства укутывает тебя своим теплыми объятиями, сотканными из нот бархатца и кардамона. Она даже в самой непроглядной тьме зажигает сердце ярким созвездием османтуса и апельсинового цвета. А после ее ухода душу наполняет многогранная чувственность бобов тонко и мускусом. В общем, очень красивое описание, очень мне подходит, мне кажется, и аромат мне тоже понравился. Этот он очень сладенький, такой спокойно сладкий, приятный. Здесь в шлейфе мускус, ваниль, бобы тонко, ветивер, гелиотроп. Кстати, все составляющие, которые мне, в принципе, нравятся. Ноты сердца роза, османтус, фрезия, апельсиновый цвет, корица, мимоза. Тоже, кстати, очень редко попадается в парфюмерии. И амал – имя той, что вырывается ярким светом надежды в вашу жизнь. В переводе с арабского – это надежда. В общем, подведя итоги, мне понравились два аромата. Вот этот, я скажу, что его сразу чувствуется, что здесь есть… Сейчас скажу так, это у нас галбель. Здесь чувствуется ладан, здесь чувствуется кориандр, здесь чувствуется кардамон. То есть, вот именно такие специи. Мне показалось прям перец черный горошек. Вот, знаете, вот черный перец. То есть, здесь очень он такой рисковатый, более рисковатый, более дерзковатый и более сильный. Здесь прям перченые, такое восточные пряности. Вот прям как на восточном бульваре, да, так скажем. Восточные пряности. Вот, ну это прям восток-восток, действительно. То есть, вот амал мне понравился больше. Он более спокойный, приятная сладость. То есть, она приятная. И здесь, не знаю, мне он понравился. Я бы вот оставила себе именно его. Он очень сладенький, очень вкусненький. Что-то такое бальзамическое в нем есть, не знаю. Интересное. Может быть, бергамот. Но что-то в нем есть интересное. В общем, амал мне понравился. Он приятно сладенький, спокойно приятно сладенький. И самый вызвал, конечно, больше эмоций – это Нур или Нур. Потому что он напоминает спелое зеленое яблочко. Напомнил мне Нину Ричи почему-то вот это вот ее яблочко, вот это, да, флакончики. Он очень пахнет спелым зеленым яблочком. Хотя, на самом деле, здесь вообще слова про яблоко нет. Здесь розовое дерево, пачули, амбра. Здесь малина, шалфей, грейпфрукт, кардамон, корица, пихтовый бальзам, малина, шалфей. То есть, вообще, яблока здесь нет, но оно почему-то ощущается. Малину вообще не чувствует, только яблочко почему-то такое вкусное. И очень он такой нежно-яркий, запоминающийся. В общем, из них из всех самый запоминающийся, самый яркий, самый оставляющий впечатление, самый, наверное, более-менее такой больше стойкий, так скажем. Потому что прям его аромат, его шлейф особенно, очень вкусный шлейф такой, прям очень вкусный шлейф. Поэтому рекомендую. Мне понравились вот эти два аромата, вот честно. Амал и Нур. То есть, надежда и божественный свет. А какой аромат понравится вам? Посмотрите, попробуйте, потестируйте. И интересно даже написать в комментариях, какой из этих ароматов. Напишите, пожалуйста, если вы уж попробовали, какой аромат понравился вам. Будет очень интересно. Интересно, что потом, допустим, даже откроешь флакончик, понюхаешь аромат, послушаешь, так скажем, да, и остаётся в носу вот такое ощущение, знаете, вот восточных пряностей, очень вкусные. В общем, очень мне понравились вот эти ароматы, они вкусные. И как будто ты продолжаешь ими наслаждаться, хотя я их не наносила вообще, но вот в носу этот запах остаётся, и как будто ты продолжаешь наслаждаться этими прекрасными ароматами. Безумно понравились. Флаконы, доступность аромата, цена 499 рублей по каталогу, мне получились они по 370 рублей, то есть если вы хотите купить подешевле, да, на 20%, то, чем в каталоге, то переходите по ссылочке под этим видео, и у вас будет цена гораздо дешевле. Ну, ой, ну какая красота, я не могу налюбоваться и на нюхаться, так скажем, да, надышаться этими ароматами, потому что действительно прям, вот даже я отошла уже в другую комнату, занялась другими делами, а эти ароматы всё равно преследуют меня, потому что вот этот шлейф, он остаётся, и он очень вкусный, очень вкусный.